Перед тем, как выступить, хотелось бы произнести также речь Всевышнего Аллаха, Субхану А.Т. Слова Аллаха, Кур'ан, почитать Кур'ан, с Кур'ана начать это мероприятие. Так, Аллах, Субхану А.Т. сказал в Кур'ане, «Инна хадал Кур'ана яхди лилдатихи акуам». Поистине, этот Кур'ан ведет человека самым лучшим путем. Кур'ан, речь Аллаха, это навигатор нашей жизни. Кур'ан – это тот, что Аллах не спасал в этот месяц, в шахру Рамадана, Аллах, Субхану А.Т. сказал, месяц Рамадана – это тот месяц, в котором Аллах, Субхану А.Т. не спасал в Кур'ан. То есть, когда мы ждем месяц Рамадан, мы говорим о Рамадане, мы что ждем? Сейчас будем поститься, правильно? Сейчас уразата торга, ауза черга. Но основное, Аллах, Субхану А.Т. выделил месяц Рамадан даже не постом, а чем? Кур'аном. В этот месяц Аллах не спасал в Кур'ан. В другом аяте сказал, «Инна анзалнаху фи лейля ти мубарака». Мы не спасали в Кур'ан в благодатную ночь. «Инна анзалнаху фи лейля ти мубарака». Мы не спасали в Кур'ан в ночь предопределения. Поэтому, Аль-Хамду, для тех, кто, если посмотрит, все, что связано с Кур'аном, все благодатно, все баракатно. Например, Аллах, Субхану А.Т. в Кур'ане сказал, «Ва иннаму на танзилу Раббил А.Мин». Поистине, Кур'ан – это не спасалание от Господа миров. То есть, опять же, Всевышний, Аллах, Субхану А.Т. сказал в Кур'ан от Всевышнего Великого Аллаха. Первое. Аллах Великий. Второе. «Назалаби руху лейля амин». Чтобы не спасать Кур'ан, Аллах избрал самого из лучших своих ангелов. У Аллаха очень много ангелов, уважаемые братья и сестры. Аллах, Субхану А.Т. пророк Мухаммад, Саллаху А.Салям, сказал, «Уттатис сяма, ва хукка лаа анта от, в Аллахе, ма мин вауди'ин, арбе асаби, и ла малакун, ва аджаба, аду саджиды лиллахи ти'али». Когда посланник Аллаха, Саллаху А.Салям, вознесался в небеса, он говорит, «Валлахи видел, небеса переполнены ангелами». То есть, а если посмотреть, какие большие небеса, какие они объемные небеса, когда один раз посланник Аллах, Саллаху А.Салям, с Сахабами сидел и посмотрел, были тучи. И спросил у Сахабы, «Как вы называете?» «Ну, саммия Сахабы», называем тучи. Потом пророк Мухаммад, Саллаху А.Салям, задает вопрос и спрашивает, «А тадрула кам байна с санайл-ула ва талия?» Знаете, какое расстояние между первым небом и вторым небом? Вот на сегодняшний день ученые даже первое небо полностью не изучили. Сколько между первым небом и вторым небом? Сахабы отвечают, сподвижники, Аллаху А.Салям, валер аномы посланник лучше заят на силу комсометом 500 лет ходьбы расстояние 500 лет ходьбы между первым и вторым вакандая займа зарезы затем послания масса лаосом на лесен спросил а знаете сколько между вторым и третьим аллаху расулива объем аллахе поставить лучше знает hams имеет из она 500 лет ходьбы между 3 4 500 лет ходьбы между 4 5 500 лет ходьбы между 5 6 500 лет ходьбы между шестым и седьмым, 500 лет ходьбы. Выше седьмого неба море, выше него трон Аллаха, субхану ва-та-Аля. Сумка кулисана, толщина каждого неба 500 лет ходьбы. Глубина моря, 500 лет ходьбы. Субхану ва-та-Аля. И посланник Аллаха, саллаху алейкум, все эти небеса видел и сказал, в Аллахе, говорит, когда я вознесился в небеса, не было расстояния на уровне четырех пальцев, где бы не находился бы ангел, не делая земной или поясной поклон. Полностью переполнены ангелами. И представляете, самый лучший из всех ангелов, это Джабраил, алейсалям. И Аллах, субхану ва-та-Аля, чтобы не спасла Кур'ан, избрал именно Джабраил, алейсалям, с такой ответственностью. Аля кальбик. После этого Аллах, субхану ва-та-Аля, сказал, на твое сердце, Мухаммад. Самый лучший орган, самое живое, что есть у человека, сердце. Сердце останавливается человеку, дыни ананкита. Все уходит из этой жизни. И именно Аллах не спасал Кур'ан на сердце. На чье сердце самого лучшего из людей пророка Мухаммада, саллаху алейху ассалям, дабы был на числа увечевателей, на самом лучшем, прекрасном языке, на ясном, четком, арабском языке, языке обитателя рая. И все, что с Кур'аном благодатное. Самая лучшая ночь, которая может быть, это Кадыр Кичаси. Ла-йля-тур-кадыр. Аллах, субхану ва-та-Аля, сказал, хайрумин альф и шахр. Лучше, чем тысячи месяцев. Одна ночь, представляете? Ученые почитали тысячи месяцев, это 83 года. То есть, если ночь предопределения, человек будет читать намаз, как будто он 83 года намаз читал. Субхану ва-та-Аля, сказал, как будто 83, даже еще больше. Почему? Потому что Аллах, субхану ва-та-Аля, не сказал то, что ночь предопределения равна эти тысячи месяцев. А что сказал? Хайрумин лучше, чем тысячи месяцев. Лучше, чем тысячи месяцев, значит, Аллах великий, а его награда велика. Почему? Именно в эту ночь Аллах не спасал Кур'ан. Поэтому начнем с Кур'ана. Несколько аятов почитаем, инча-Аллах. И все, что с Кур'аном, баракат. Слушать Кур'ан, баракат, исцеление. Аллах, субхану ва-та-Аля, в Кур'ане сказал, когда читается Кур'ан, слушайте его внимательно. Может быть, Аллах, субхану ва-та-Аля, проявит по отношению к вам свою милость. Такой был случай, когда мы в Саудовской Аравии учились. В мечети пророка Мухаммада, саллаху алейху ассалам, есть кружки по изучению Кур'ана. Две тысячи кружков. То есть, самый большой центр по изучению Кур'ана находится в Медине, в мечети пророка Мухаммада, саллаху алейху ассалам. Возглавляя все эти кружки, наш близкий брат, уважаемый шейх Абдул-Мухсин Аль-Касим, который в том году приезжал по приглашению нашего шейха, муфтия, шейха Равиля Хазирата Инудина, посетил в Москве конкурс международный, он был членом жюри, председателем жюри, потом мы с ним поехали на Кавказ, показали ему горы, показали наши Адады, традиции и так далее. Татарский Адад, я познакомился и даже сказал такое, в Аллахе, говорит, более 30 стран я посетил, лучше, чем в России не было, говорит, начало. И когда он увидел, сколько у нас мусульман, то есть они там, живя в Саудовской Аравии, я сам там 10 лет жил, думаю, знаете, как бы, что тут мусульман мало в России. Я говорю, у нас, только в России, вот, 25-30 миллионов мусульман, больше, чем в Саудовской Аравии. Поэтому, Субханалла, когда увидел, мы, говорит, не знали, что у вас сахабы были, в Болгарах заходили, приходили сподвижники, в Дагестане были, Субханалла, подвижник, об этом не знали. И когда он увидел, удивился, и вот этот чех возглавляет вот эти вот все кружки, которые находятся в мечети Параку Мухаммана Саллах Алиху Саллаху Асиллах. И один раз, то есть, представляете, вот кружки собираются, там, скажем, 10-15 человек, читает Кур'ан, потом следующий, третий, и шейху сдают вот так вот Кур'ан. Один старик, бедуин, приходил всегда на эти уроки, читать не мог, но садился, как будто он так же с молодежью, садился и слушал, как читается Кур'ан, любил слушать. И как будто каждый день, с утра он приходил, как будто он идет на учебу, то есть, все идут молодые, и он идет, Шулбабай, Киляш, Ударис, садится и просто слушает Кур'ан. В Кур'ане есть 15 мест, где нужно делать земной поклон, садждатилявы. И когда чтец дошел до этого аята, все сделали земной поклон, в том числе и этот пожилой человек, после этого все встали с земного поклона в Аллаху. Сейчас рассказываю мурашки по телу. Все встали, а этот старик уже не встал, ушел к Аллаху. Аллах забрал его в душу, будучи в земном поклоне. Он любил Кур'ан, любил Аллаха, и Аллах проявил по отношению к нему свою милость. Если мы искренне с Аллахом, то Аллах проявит по отношению к нам свою милость. Поэтому Всевышний Аллах говорит в Кур'ане, когда читается Кур'ан, слушайте его. Искренне Аллах проявит по отношению к вам свою милость. А посланник Аллаха что сказал? Тот, кто на чем ушел из этой жизни, на этом и воскреснет. Астахфурлай, если человек ушел, там разбивая алкоголь, так и он встанет в таком положении перед Аллахом. Если ушел в некрасивом виде из этой жизни, в этом же виде воскреснет перед Аллахом. Поэтому ученые говорят, в чем опасность жить между благим и грехом? Ты не знаешь, в каком положении Аллах тебя заберет. И он ушел в поклонение, в земном поклоне, в земном поклоне воскреснет перед Аллахом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok